Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас погода прям, ну не то, что прям класс, но дождя нет, снега нет, ветер минимальный и солнышко, но сейчас за тучкой оно выйдет и будет нормально. Так, какая сегодня у нас история, скажем так, я вот только приехал с доставки из магазина. Помните, я в ролике показывал, что купил сетку, сетку для подшива дома, то есть там была у нас ячейка 10х10, толщина прутка 6 мм. Много народу написало то, что Сергей, типа, в личку написали сообщениями, я прям за это вас уважаю, что вы отвлекаетесь. Он говорит, сетка нормальная, но не спеши, поищи, есть еще лучше, потому что это такая сетка, которая, ну, если ничего нету, то лучше сделать ее, чем вообще ничего. Потому что она мягковата, то есть ее можно и степлером крепить, и мышка большая, если захочет, пролезет, а маленькая тем более, потому что ячейка 10х10. И сказали искать еще. Соответственно, что я сделал? У меня сломалась тачка, ну, колесо пробило, садовая тачка. Чтобы вы понимали, я объездил все строительные магазины, я объездил все строительные рынки, которые есть у нас вблизи, а сетки другой нет. Соответственно, я поехал в обычный магазин, дом, сад, огород, где продаются лопаты, грабли, то есть виллы и так далее. Ведра за колесом, то есть вот на колесо с таким блатным диском, я купил колесо. И стоя на кассе, я смотрю в угол и не пойму, стоит сетка. Что за сетка? Подхожу и офигеваю. Стоит сетка вот-вот такая. Ячейка 6х6, толщина прутка 8 миллиметров, то есть она жестче намного. Она меньше ячейка, то есть вообще прям айс. Чтобы вы понимали, такую сетку можно найти в Москве, но если с Москвы поедет до меня доставка, то это будет стоить космических денег. А сейчас еще в такое время, которое у нас сейчас, к сожалению, происходит, вообще никуда не доедешь особо. И магазины все закрыты. Поэтому урвал, успел моментом, то есть когда я искал садовое колесо, я добрался до такой сетки. Поэтому если кто будет строить дом, каркасный дом и думать, чем подшить снизу, знайте, 6х6, ячейка и толщина прутка 8 миллиметров, такая сетка существует. И лучше искать ее. Да, я, конечно, потратил лишний пятак, то есть та сетка все равно куда-нибудь пригодится, вы же знаете, в хозяйстве всегда пригодится. Но будем делать эту. Так что я доволен. Так, следующий момент. Какие у нас на сегодня планы? Планы у нас какие? Во-первых, погода позволяет, вот солнышко вышло. Надо обработать, обработать эту террасу. Потому что в том году, когда я делал террасу, я только обработал обвязку. Она таким вот зелененьким цветом. А, к сожалению, верхние лаги пола я не поленился, а не было времени, не было как-то свободного момента. И в итоге в зиму она ушла, обычная доска. По итогу сейчас весной мы имеем вот такую синеву. То есть доска вся синяя, следующим этапом она, скорее всего, будет зеленеть, там, не знаю, плесень появляться. Поэтому, чтобы закрыть, скажем, эту боль, где у нас, вот я забрал уже доставочку, приехала. Я купил антиплесень. Антиплесень, то есть много каковырялся по отзывам, что лучше взять, чтобы наверняка убить это все. Фирма у нас Farbitex Profi, не содержит хлора, удаляет биопоражение. То есть, ну реально антиплесень. Тут, конечно, она для любых. Древесина, бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон. То есть, нам главное для дерева, вот такую маленькую канистру. Следующий момент, друзья. Винтовые сваи и укосины. То есть, сегодня у нас чисто химический день. Будем все вымывать, все обрабатывать, чтобы ставить на этом точку и больше туда не лезть. Что касается винтовых свай. Сами винтовые сваи покрашены на заводе. В принципе, краска держит, все нормально. Но места, где у нас укосины, где у нас муфты, где у нас оголовки, эти места были сварены и потом временно обработаны. Честно сказать, вот я жалею, не посмотрел чем. Мне кажется, самой дешманской краской. Потому что каждый год это все ржавеет. Краска вымывается, либо она не держит. Поэтому было принято решение, какое. Идти ва-банк. Раз мы берем все в одном магазине. Это, кстати, интернет-магазин, чтобы можно было доставку на дом заказать. Потому что сейчас ты хрен чего где купишь. Берем Farbitex битумная мастика. То есть идем ва-банк. Это жесткая обработка, гидроизоляция для фундамента. То есть для бетона, да? У нас-то металл. Идея какая у меня? Закатать все сваи на винтовые сваи в эту битумную мастику. Чтобы уже потом к этому не возвращаться. То есть сделать один раз и хорошо. Куплены два ведра. Так, что у нас еще? У нас еще обработка биозащитой. Соответственно, много писало людей тоже в комментах. За что большое спасибо, друзья. То есть я бывает сам забываю, не обращаю внимания. А вы меня направляете. Так как у нас дом весь практически по кругу обработан огнебиозащитой. А я-то сделал перехлестное утепление пола, десяточку. И получается доска не защищена. И чтобы жуки, паучки и всякие проволочники, краеды ее не схавали, надо ее обрабатывать. Так, соответственно, для обработки древесины, то есть перехлестное утепление, чтобы все было защищено, была куплена биозащита в Forbitex Profi для доски. То есть следите, чтобы она была трудновымываемая. Это очень важно, потому что ты никогда не знаешь, какая погода будет. И чтобы она хорошо въедалась в дерево. Это важно. Дальше. Какой я вам дам совет? Первый. Если вы что-то собираетесь покупать, обрабатывать, не поленитесь, но зайдите в YouTube, попрыгайте. Зайдите на сайт и почитайте отзывы. Ну, мне, конечно, попроще. У меня очень много комментаторов. И я с многими ребятами общаюсь, кто по району. То есть где-то у них спрашиваю. На YouTube-канале можно почитать, посмотреть, что про нее говорят. Какие плюсы, минусы. Не знаю. Даже ссылки вам оставлю, чтобы вы не поленились, почитали. Так что, желаю вам приятного просмотра. И в следующих роликах, в следующем, чтобы знали, когда это все подсохнет, мы пройдемся, еще раз посмотрим и увидим, какой есть результат. Субтитры сделал DimaTorzok Папа досочку отмывает. Досочка позеленела. Вот папа ее отмывает. Цветочки, да. Собирай цветочки, зайка. Там в инструкции написано, потом еще через часа четыре повторить слой. Так что, чтобы наверняка уже как раз будет видно пораженные места, мы их еще разок пройдем. А потом все это зальем антисептиком. Как вам лайфхак? Запоминайте. Удобное переносное устройство. Упух, да. Удобное переносное устройство. Так, друзья, дальше у нас идет антисептик. Антисептик. Не забываем, не ленимся, всегда читаем инструкцию. У меня идет антисептик-концентрат. Один к пяти разводит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, ну что, я вылез из-под дома. Обработана вся обрешетка для контр-утепления перехлестного. Обрабатывал жирненько. То есть я никогда не жалею в таких целях материал. То есть в данном момент это биозащиту. Потому что, во-первых, делаем для себя. Кто-то будет кричать, сколько ты вылил на землю. Друзья, ради бога, экономьте. Я лучше так ее обмажу, чтобы потом спать спокойно. А что касается синевы, видно, что она отходит хорошо. Сейчас еще разок промажу антиплесню, чтобы прям хорошо вот так въелось. А уже вот по дальней доске прям видны такие белые пробелы. То есть буквально прошло часов пять, наверное. То есть вот они, они прям такие белые пробелы уже видны. То есть доска хорошо отходит. То есть оживляется или как назвать, как сказать. Во, а тут вообще уже полос почти синих нет. То есть уже белеет досочка. Так что еще разок пройдемся антиплесенью. И как раз потом обработаем это крылечко. Так что продолжаем работу. На очереди у нас надо битумом обработать сваи. И уже эмалью обработать все укосины. Так что булки не расслабляем. Работаем дальше. Так, друзья. Прежде чем обрабатывать сваи, я хочу их немножко подкопать. Ну, примерно где-то на пол штыка. Если кто знает, ну и я такие вещи, скажем, замечал. То, что когда у нас зима-лето, то, соответственно, грунт немножко прыгает. То вверх, то вниз. И чтобы качественно защитить сваю, скажем так. Я немножко сниму плодородный слой. Щеточкой зачищу. Ну, чтобы удалить всю землю, скажем, лишнюю. И потом уже начнем разогревать битум. И обрабатывать сваи. Сказать честно, я перелопатил весь интернет. И так поспрашивал у людей. Конечно, это мое мнение. Вы можете считать его брать на вооружение или нет. Но лучше битумной мастики для защиты свай, винтовых свай, я пока не нашел. Поэтому все, кто что советует, все говорят битум, бери битумную мастику. И прям плотненько машь винтовую сваю. Тем самым мы ее защитим намного надежнее. И ни одна краска с этим не сравнится. Ну, это мое мнение. А вы уже смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, что я хочу попробовать сделать? Скажем так, облегчить себе работу. Открыл я банку битума. То есть она хранилась в гараже. Но такая консистенция густая. То есть, я почитал инструкцию, и вообще говорится, что ее надо наносить шпателем. То есть такая гидроизоляция. Гидроизоляция для фундамента. Чтобы облегчить процесс, скажем так, сейчас запускаю печку под казан. Вот, приготовил ведерко, налил воды. То есть попробуем мы немножко разогреть наш битум, чтобы можно было наносить его кисточкой. Сейчас аккуратно попробуем и покажу вам, что получится. Потому что на винтовую сваю, конечно, удобнее наносить кисточкой, чем шпателем. Ну и плюс, у меня есть армия помощников, которые с удовольствием порисуют на винтовых сваях. Так что работаем. Так, друзья, зелье наше варится. Варится. Не знаю, видно вам нет. То есть уже размякло хорошо. То есть такая жиденькая уже более-менее. Сейчас я подольше ее подержу, чтобы не 5 своей обработать, и она опять загустела. А немножко побольше хватило. Так что ждем, ждем. То есть можно вот так разогревать. Вот она уже жиденькая, уже хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, давайте по битумке подведем небольшой итог. Что у нас тут? Вот таких два ведра. То есть вот она, раз ведро пустое, и вот второе. Вот таких два ведра хватило, чтобы обработать 25 свай. Но при этом, не забывайте, то есть у нас есть большой перепад. То есть у нас перепад свай где-то, ну, сантиметров 90, даже метр, наверное. То есть, а так обычно, если у вас ровный фундамент, то они выпирают от земли на 50 сантиметров. В принципе, можно взять одно ведро и баночку поменьше. Но вот у нас ушло прям ровненько, в ноль. То есть я еще брал в НЗ баночку, ну, на всякий случай, кто его знает, как пойдет. А так, в принципе, хватило, нормально. На печке разогревал битум, то есть ведро наливал водичку. Сейчас уже выкипело все. То есть ставил туда ведрышко. Она становилась более такая, не то что пластичная, а не знаю даже чем сравнить. Ну, наверное, как в виде герметика, то есть, ну, в таком виде. То есть и нормально. Это уже вот эта свая, которая обработана 3 дня назад. То есть уже так хорошо схватывается, уже хорошо прям. А это вот сегодня мы проходили. То есть сейчас обработаны все 25 свай. Те, которые подсохли, вот эти приямки все, будем засыпать песком. Ну, так будет аккуратно, почище. То есть у нас подсохло десяток свай. И чтобы не тратить время просто так, вот, подсыпаем их песочком. Вот таким форматом. То есть ровненько в грунт будем засыпать все ямы. Можно было и землей, но весь песок лучше песочком. Но это мое мнение. А вы там уже отталкиваетесь сами. А? Можно так же в жизни. Можно ли так же в жизни, чтобы? Переключил кадр. Да, вы смотрите ролик минут 10, а мы это делаем, ну, дня 4, наверное. Так что работаем. Так, друзья, заходим на последний этап. Это у нас обработка укосов. То есть вот уже часть промазали. Я хочу вам показать то, что как-то краска легла. На самом деле реально бомбически. Со всех четырех сторон вот уголок промазан. То есть покрашен. Такой довольно жесткий толстый слой. Сейчас я вам покажу красочку. Уже особо не прочитаешь. Начали мы, чтобы вы понимали, если будете выбирать краски. Краски у нас одной марки, Forbitex. Заказывали через интернет. Сначала взяли маленькую баночку, чтобы можно было попробовать. Посмотреть, как она в работе. Краска реально понравилась. Поэтому даже не жалко, скажем так, ее показать, посоветовать. Банка у нас уже вот такая в работе. Это краска по металлу. Три в одном. То есть грунт, эмаль, алкидная, поржавчика. На самом деле бомбическая краска. Ложится вообще как масло. Чтобы вы видели. То есть ее, можно сказать, даже мешать не надо. Она вот такая уже готова к использованию. То есть крышку открыл и вперед. На все вот эти краски я оставлю ссылки в описании. Перейдите, посмотрите, почитайте. Даже у них есть YouTube канал. Тоже можете зайти глянуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok У большинства могут возникнуть вопросы и начать задавать его. Серега, а у тебя же есть компрессор. Почему бы не с компрессора все это дело покрасить? Ну, если будем красить с компрессора, то будет более тонкий слой. А наша задача защитить и как можно вот так пожирней все это дело промазать. Тем более краска ложится очень хорошо. А с компрессора задувать, ну, как бы экономично, да. Но будет не так жирно, не таким толстым слоем. Поэтому все вручную, все кисточкой. Но это, кстати, не особо долго. Просто погода бы давала бы еще добро. И было бы нормально. То есть, вот пока я с вами болтаю, я уже почти покрасил две стороны трехметрового уголка. Просто идем вот так пожирнее, как бы не жалеем. Краска потом подсохнет и будет то ли глянцевая, то ли какая она там, не знаю. Ну, такая блестящая, хорошая. С краской работа мне понравилась. Я минусов никаких не нашел. То есть, если, скажем, чтобы вас время больше не занимать, подводить итоги вживую. На все материалы я оставлю ссылки, я уже сказал, чем я обрабатывал. То есть, крыльцо я обработал антисептиком. Зеленую часть крыльца, где доска зеленела. Смотрите, кстати, почти сошла, вообще почти нет. То есть, была такая прям черная-черная полоса, ее практически вообще нет. Надо будет еще раз промазать, будет вообще шикардос. То есть, это отбеливателем я мазал. Дальше, что мы сделали? Мы сделали сваи. Сваи обработали битумом. На самом деле, я не знаю лучше средства, которое защитит сваи. Вот реально не знаю. Потому что битум, это, наверное, один из самых лучших. По крайней мере, в данной ситуации для меня. Потому что, реально, другого средства я такого мощного не знаю. И вот осталась вот эта краска 3 в 1. Сразу и грунт, и эмаль. Акриловая, прям по ржавчине. Вообще, отлично ложится. Так что, вот так. Пишите комменты, пишите вопросы, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, делитесь опытом. Как вы считаете, еще можно защитить винтовые сваи? Пожалуйста, не надо умничать, что надо было заливать плиту, а не ставить винтовые сваи. Ну, новые зрители канала, конечно, все равно задают эти вопросы. Почему ты не залил плиту? А кто уже давно подписан на мой канал, мне кажется, уже давно знает, почему я не залил плиту. Потому что не было, а, пару лишних миллионов. Это, наверное, первое. Второе. Были накоплены средства, и мы попали под акцию. Поэтому мы заказали винтовые сваи. Третье. У нас гигантский уклон. Тут у нас метр сорок свая, а вон там внизу тридцать сантиметров. То есть у нас перепад больше метра. Что еще? Ну, остальное это так. Допы, быстрый монтаж за один день, установка. Как говорится. И можно сразу строить дом. Был бы ровный участок, были бы деньги. Был бы он сухой. Как бы не было бы высоких грунтовых вод. Конечно бы, возможно, сделали шведскую плиту. Но это будет уже в другой жизни. Ладно. Еще раз спасибо. Всем хорошего настроения. Держите хвост пистолетом. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok